Собираясь в дорогу, нужно быть предельно осторожным. Ведь любой нормальный человек не желает попасть в ДТП. И дабы этого не произошло, нужно соблюдать правила дорожного движения. Вроде бы мы все это знаем, но есть пешеходы и водители, которые ставят себя выше закона или банально не знают правила поведения на дороге. Когда вы садитесь за руль, самое главное — это выбор скорости. Нарушение скоростного режима является одной из наиболее частых причин различных аварий. Ведь, согласно статистике, тяжесть последствий ДТП возрастает в геометрической прогрессии. За прошедшие три месяца текущего года совершено 1491 дорожно-транспортных происшествий. Из них 1168 человек получили травмы различной степени тяжести. 394 человек погибли. Общий анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что в последнее время участились случаи ДТП с участием пешеходов. Изучение и анализ ДТП показали, что из объективных причин возникновения явлений следует несоблюдение установленной скорости, создание помех транспортному средству с преимуществом движения, вождение автомобиля в нетрезвом виде. Субъективные же причины — это следующие. Пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте из-за отсутствия пешеходного перехода. Выезд на проезжую часть предназначен для встречного движения из-за отсутствия бордюров, разделяющих транспортные потоки встречных направлений. Учитывая это, Главное управление безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел в первую очередь просит участников дорожного движения, особенно пешеходов и велосипедистов, строго соблюдать правила дорожного движения, регламентированные законом. Двигаться в установленных местах проезжей части дороги, а также водителей и транспортных средств соблюдать скоростной режим движения. К сожалению, немногие водители знают, что превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени. Допустим, ваша дистанция — 20 км по городу, и вы едете со скоростью 80 км в час вместо приемлемых 60, то в таком случае вы выиграете всего 2 минуты. Никогда не старайтесь сократить время поездки путем превышения скорости. Стоит ли рисковать жизнью и нервничать ради пары минут? Соблюдение скоростного режима может позволить сохранить жизнь себе и пешеходам. При ДТП на скорости 30 км в час риск смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км в час — 40%, а при 65 уже 84%. Об этом сообщает ГУБДД МВД Республики Узбекистан. Отметим, что превышение скорости — это не все проблемы на дорогах. Низкая культура вождения тоже способствует различным ДТП, в которых гибнут люди. В интернете и в обществе бытует мнение, что водители не пропускают пешеходов, потому что плохие дороги, не видно дорожных знаков, зебры тоже не видно. И сейчас мы это с вами проверим. Проведем небольшой эксперимент. Мы перейдем дорогу два раза. Первый раз с нами будет стоять сотрудник ДПС. Во второй раз его не будет. И посмотрим, сколько водителей нас пропустят или не пропустят. Начнем? Начнем. Сейчас мы переходим дорогу первый раз вместе с сотрудником ДПС. Идем. Теперь мы переходим дорогу во второй раз, но уже без сотрудника ДПС. Так, раз машина, два машина, три машина. Так, четвертый тоже неохотно нас это сделал. Пять машин, шесть машин. Итак, ну вы все видели сами. В первый раз, когда мы переходили дорогу с сотрудником ДПС, нас пропустили абсолютно все водители. Во второй раз, когда я переходил дорогу самостоятельно, меня не пропускало от четырех до шести водителей. Если есть человек, который может выписать тебе штраф, у водителя просыпается гражданская ответственность. Если на дороге только машина и человек, то ни зебры, ни знака, ни пешехода уже не видно. К сожалению, место, где мы проводили эксперимент, выбрано неспроста. 18 марта водитель Дамас сбил двух сотрудниц театра имени Алишера Наваи, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП погибла сотрудница театра Бахора Рахимова. Еще одна молодая женщина, находившаяся в момент аварии на шестом месяце беременности, была госпитализирована. Однако, несмотря ни на что, нужно понимать, что не всегда виноват водитель. Ведь за рулем такие же люди. И все это я говорю неспроста. Нередки случаи, когда пешеходы переходят дорогу или даже перебегают дорогу в неположенном месте. Добавим, что для пешеходов есть свои правила, которые они обязаны исполнять ровно, как и водители. Пешеходы должны пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, а также по подземным и надземным, а при их отсутствии на перекрестках, по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений. Там, где она хорошо просматривается, в обе стороны. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода, пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств. При движении по проезжей части, в том числе и по пешеходному переходу, пешеходам запрещается пользоваться телефоном, а также пользоваться иными электронными средствами, которые отвлекают внимание. Нужно оценивать ситуацию на дороге и скорость движения транспорта еще на тротуаре или обочине, до того, как ступить на проезжую часть. Если автомобиль остановился и пропускает вас, помните, позади него может внезапно оказаться другая машина, водитель которой вас не видит. И помните, все эти правила написаны кровью. Уважаемые граждане, призываем всех принять активное участие в широкомасштабном профилактическом месяце. «Внимание, пешеход», который проводится по всей республике. Будем сопричастны к безопасности и здоровью своих близких и окружающих, соблюдая правила дорожного движения. Культура и внимательность – это два лучших способа не попасть в ДТП. Это касается как водителей, так и пешеходов. Поэтому держите в уме все то, что вы сейчас увидели, и будьте осторожнее на дорогах. Продолжение следует...